Затрону тему Украины не хотелось, но все-таки некуда деваться. Тема посвящается моему товарищу хорошему Леону из Львова. Мы с ним очень давно дискутировали на эту тему. Тема Украины. Мое мнение о том, что происходит на Украине. Сценарий простой. Делят власть. Это внутри политические, внутриукраинские дела. Передел власти, передел имущественных, кто-то доволен, кто-то недоволен. Постоянная борьба. В общем, серая, темная зона, в которую нормальному человеку лучше не входить. Но, однако, произошло, что произошло. Ну, Янукович со своей командой ничем не лучше, ничем не хуже, чем команда товарищей со стороны Юлии, Кличко и ей подобных. Ну, захватили они власть на Украине. Единственная проблема, это проблема русскоязычного населения. То есть, оказывается, что часть Украины просто не поддерживает западную Украину. Так было всегда, и даже во времена Советского Союза чувствовалось негативное отношение к западной Украине, как к нечто такому чуждому в Малоруссии, именно на территории Николаевской области, Одесской, Крыма. Крым – это вообще отдельная тема. И вот, значит, что же происходит сейчас. На сегодня, в 28 число, оказалось, что Крым является самостоятельным регионом, который не подчиняется централизованной власти украинской. Не хочет выходить из нее, но, однако, хочет сохранить свой суверенитет. Это так говорится только для отвода глаз, чтобы сильно не волновались. Сценарий повторяется. Как мы видим, немаловажную роль здесь играют российские базы, российская база, которая там находится, то есть и военнослужащие Беркута, и те, которые пытались расформировать как бандитов. Хотя ребята исполняли свой долг, приказ, и стояли до конца без оружия. А все, что пытаются сейчас сделать, это просто обычные рекламные трюки, которые используются для того, чтобы дискредитировать человека. Янукович не сделал ничего такого, чтобы можно было бы подвести под тиранию или какое-то убийство массовое. Он до конца стоял, не давал ребятам этим оружия почти до конца, когда это не стало угрожать их жизнью. И толпа просто-напросто издевалась, издевалась, что хотела, делала. То есть он не проявил, не пошел по сценарию вооруженного противостояния. То есть фактически побоялся. Неизвестно причины. Может, его предупреждали, что не стоит это делать, потому что повесят на него убийство большого количества людей. Вероятно, так и было. Ну, в конце концов, захватили власть Украина, захватила власть западная мысль. И теперь в Украине, в Крыму, то же самое произошло в Крыму. То есть за власть захватили, у захватчиков захватили власть. Захватчики теперь как бы недовольны, жалуются, вот у нас захватили власть. Но это смешно, конечно. Что происходит? То есть Россия всегда была заинтересована в сотрудничестве с Украиной. Но ходить во внутренние дела в Украину просто не было смысла, потому что там свой дележ. И никого туда, к этому дележу никогда не подпускали. То есть российские фирмы как бы не имели большого влияния там. Но, в конце концов, произошло то, что произошло. И нужно заметить, что вот это зеркальное отражение, происходящее в Крыму, очень похоже на сценарий абхазско-грузинского конфликта. Именно когда там произошел конфликт, Россия не вступала в конфликт до момента, когда не произошел действительно, не началась военная агрессия со стороны Грузии. Но мировое сообщество смолчало, потому что этот сценарий был зеркальным отражением сценария в Югославии, когда американцы и натовские власти, они сделали все для того, чтобы разделить Югославию, отделить враждующие между собой части населения и таким образом успокоить, дать им самостоятельность. То есть Россия пошла тоже по такому же пути. И в тот момент, когда все это произошло, Америка не имела морального права предъявить России какие-то претензии, потому что она поступила точно так же. То есть Россия повторяет движение Таса. Это как в китайском кунг-фу. Видимо, Путин очень тэнзи-чуань любит, когда первыми не нападают, а только использует силу соперника, противника и его манипулирует таким образом, используя его же силу, его же метод. Так же происходит в Крыму. Думаю, что при каких-то дальнейшей эскалации, то есть возможен вариант, абхазский вариант в Крыму, потому что забрали силой в Киеву власть, забрали силой в Крыму власть. Практически нормально это ничем не отличается. Разницы большой нет в этом. Поэтому Россия будет давать деньги в Крыму, поддерживать Крым, добьется его полной автономии. Возможно, даже так же поменяют Конституцию, как поменяли в веркальном отражении, как в Киеве изменили Конституцию. Так же в Крыму возвратятся в Конституцию 1992 года, которая позволяет им самостоятельно принимать решения и самостоятельно отойти к России, стать частью территории России. То есть вот такая непростая ситуация. Но это все политические игры, которые нормальным людям ничего не дают. То есть если хорошо разобраться, то Украина никому не нужна, как партнер, как территория. Она нужна только как политическое... Ну, Запад хочет иметь политическое время на Украине для того, чтобы расширить свои границы в сторону России. Почему? Потому что на Украине еще в настоящее время нет промышленности. Не развита промышленность. Есть промышленность, но она не развита. Потому что Украина сама, самостоятельно ничего не может сделать. Украину с ее товарами не пустят на западный рынок. Она там никому не нужна. Мировое сообщество уже насытилось, и нужно качество, нужно что-то супер-купер... Чего не произойдет. То есть Украина не конкурентоспособна. Единственный рынок, на который может выйти Украина, это российский. Поэтому, какое бы правительство на Украине не было, Украина зависит от энергетических ресурсов. Украина зависит от рынка сбыта. Россия как рынка сбыта своих товаров, экспортов взрывает. Без этого ни одно государство нормально не может функционовать. Поэтому Украина попала. Попала и хорошо попала. То есть, отключить газ, если они не будут расплачиваться. Закрыть границы. Все. Украина, это революция, это голодные люди. Запад может дать деньги. Хорошо. Что такого Украина может сделать, чтобы она была нужна Западу, чтобы он дал ей деньги? Сколько этих денег надо, чтобы развивать экономику? Тотальная коррупция. Никакие возможности инвестирования не пройдут. Все. Половину, по крайней мере, будет оседать в карманах. Это показал чемпионат Европы по футболу. То есть, там стадионы строили, дали деньги раз, все, разошлось. Дали деньги второй раз, разошлось. В общем, Украина, это государство, которое практически никому не нужно как партнер. Оно зависит от России. Оно, не знаю, глупо ли американцы, что они пытаются там создать какую-то революцию. И зачем это им нужно? Но они должны платить. И они будут платить за что? Они практически не смогут кормить Украину, обувать ее, одевать ее народ. Потому что любое несогласованное действие будет вызывать противодействие России, которое держит пульс практически на всех жизневажных для Украины ситуациях. То есть, газ, торговля. Украина попала. И сейчас еще она может даже потерять Крым. Таким образом. То есть, ей не будет чего есть, она самостоятельно не сможет кормить. Потихонечку, потихонечку все будет рассасываться, но выхода у них нет. Это правительство тоже упадет, потому что оно не сможет прокормить, если оно не будет здравомыслящим и если оно не будет открытым. Не только на Запад, которому она не нужна. Потому что там нужно исполнять такие условия, которые погрузят большинство населения в кромешный ад. То есть, налоги и оплаты будут такие, что большинство просто не смогут нормально инфицировать. Если раньше они привыкли к газ включать, без проблем, все дешево, обогрев всего дома, электричество, платишь, не платишь, то сейчас они должны будут вынуждены подстраиваться под Запад, где экономится каждая копейка. И пусть никто не думает, что в Европе жить так хорошо и радужно всем. Все экономят, получают кредиты и живут, живут, живут на... Каждый день расписывают свою жизнь по копейкам. Так что, дорогие украинцы, не думайте, что в Европе так радужно все. Нет, там люди живут, те женщины, которые туда приезжали, очень много конфликтов возникало. Человек имеет, немец, свою мастерскую, женщина приезжает к нему, и он свой бизнес имеет, все окей. Она начинает звонить по международному телефону на Украину постоянно, и муж ей начинает прививать претензии. Жена, что ты делаешь? Она, как же, я не могу позвонить, если я хочу, я живу в Германии. Нет, извини меня, дорогая. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова